можем начинать жизнь коллеги всем добрый день кто с нами дистанционно мы переходим на новый уровень у нас формат обещания теперь и аудиторное занятие у нас семинар идет в екатеринбурге у нас в рамках это занятие мы проводим разбор пациента нашего коллеги который был у нас на мануальное мышечном тестировании мы находили какие-то гипотоничные мышцы евгений рассказал что у него был неоднократно вывих от права плечевого сустава на какие-то травмы он часто до расскажет какие жалобы какие травмы были и вы тогда зададите вопрос мы попробуем его разобрать ну как-то помочь же расскажи плечу право это футбольная травма первый раз был шестнадцатый год и повтор был девятнадцатом январе и голеностопы давай пара травма то есть футбольная травма ты упал на него покажи где рука была падение было зажали и падение то есть вот рука здесь находилась и после падения произошел выехал и ты обратился за помощью киева вправляли там перелома не было второй раз то есть рука вот здесь находилась и вот так это шестнадцатый год а девятнадцатый так второй раз в принципе похожая ситуация только нужно было бандаж давать и без него играл это же было падение то же самое вот это то есть мы возможность от не было 2 травма вы бы не произошел это 19 ты горю в начале двадцатого что-то было там галеностоп были на стабильно раз год левый ну то есть вот эта травма подвернул а с какого момента ты его подворачиваешь 15-16 часто началось но можно сказать что после вывиха плеча или нет чаще до меня вот он хорошо он до вывиха плечевого сустава были подворачивание голеностоп они были реже ну то есть они были и до вы до этот до вывиха а первично как подвернул голеностоп это травма давно было то есть когда-то подвернул и он даже до вывиха периодически у тебя подворачивается ну подворачивается только в спорте то есть под нагрузкой подворой может быть базовая дисфункция есть а под нагрузкой появляется нестабильность больше травм не было но после частых травм голеностопа начал замечать что когда бегут это марафоны 10 километров 15 километров колено дает какое лево куда сзади на такая больно . ночи но ты покажешь вот одним то есть больше заняло все какие ожидания от сегодняшнего это тихо и нет ожиданий хорошо ну то есть такой запрос но в принципе у тебя жалоб таких нет да ну еще есть такой момент это было начале этого года тоже больности спину и это лечение но это редко происходит ограничение глубокого вдоха глубокий удар в спину в какое место удар в грудной отдел это что за удар стукнули и есть ограничение вдоха да когда спина и напряжение чувствую что напряжение и политически происходит хорошо то есть в принципе тебе вот то все что ты рассказал не сильно тебя как бы мешает в обычной жизни но поскольку мы на ммт нашли какие-то гипотоничные мышцы ты бы хотел бы чтоб они его работали да так хорошо ну то есть такой пациент коллеги задайте вопрос по одному есть что-то вы хотите услышать что вам нужно для постановки диагноза там ваша работа то есть тест мы вчера проводили для укрепления корсета вообще принципе нужно мышцы укреплять но они в принципе не работают поэтому их пока невозможно они не укрепляются да да не укрепляется зубами что-нибудь зубами что-нибудь делали отдаление так в москве коррелями в москве взболезно после несиленно в москве когда было с середарением полтора с какой стороны справа с коллеги пишет вопросов нет хорошо давай ставь пожалуйста на тебя на стопа то есть поскольку здесь особенность тестирования поскольку был вывих поскольку был вы их плечевого сустава нужно аккуратно тестировать что не было никакого рецидива любой вывих даже если он однократно был тем более если он два раза вероятность рецидива человек поднял руку бежа завешал к ему повторился вправить мы его вправим без проблем но это не нужно дело здоровая конечности если гаджеты мешают можете просить снять мы находили гипотонию ротатор до тест под лопаточной мышцы дави сюда вниз мышца сильная давить мышца сильно вы можете ставить тел можете показывать полосочки держите по сути если мышца с базовой дисфункции вы поставили т.л. она поменяла знак смотри на полоски мышцы норма тонично вниз мышца норма тонично работает хорошо тише пожалуйста дави вниз мышца гипотонично я не докручу но я чувствую что она не работает дави наверх мышцы гипотонично видно не больно то есть есть двухсторонняя гипотония односторонняя гипотония под лопаточной подосной мышцы подосную мышцу я могу прогладить локально прямо и и давите-давите-давите-давите и она включается механорецептор пожалуйста я даю сюда сразу цепочки давить мышца включается я даю сумки и мышца гипотонично здесь нарушен рецептор сумки он также сработает если вы поставите т.л. просто неудобно дотягиваться сумки дальше я понимаю что в антагонисте нарушены цепочки и антагонистом является под лопаточная мышца да как и проверить да можно напряжение дать а мне интересно если я проглажу подосную мышцу под лопаточная включится или нет да я проглаживаю подосную и тестирую под лопаточную и она включается согласен вывод они связаны раз подосная мышца сумки сумки нарушен значит под лопаточной цепочки подосная мышца первичная под лопаточная вторичная какая-то сейчас сейчас мы все можем мы можем все колени даже если вы думаете что не можем дальше то есть я нашел первичную первичную нашел подосную вторичную под лопаточную при прошла при проглаживании первичная восстановилась вторичная логично хорошо как проверить нарушение в под лопаточной рецепторов если там сумки а здесь цепочки я беру растягиваю сумки и тестирую да и просто она сильная она вторичная а это первичная да все первичная вторичная по сути это можно использовать для лечения сразу и посмотреть какой будет результат ну на что-то нашли дальше я хочу например протестировать если мне и если вам трудно на уровне ротаторов что-то определить найдите еще какую-нибудь гипотоничную мышцу чтобы она вам подсказала кто из них будет первично кто вторичная поднимайся пожалуйста то есть передние зубчатые мышцы держи пожалуйста да и гипотония вы прогладили да ты мышца сильно механорецептор сразу же здесь здесь цепочки да и давить сумки как вы думаете сумки в дисфункции да и просто да она связана все равно с перевела с под лопаточной мышцы но там немножко это скорее еще две две ветки будут разные то есть я нахожу гипотоничной мышцы которые между собой связаны каким-то образом и в принципе те которые можно восстановить до держи пожалуйста дэ мышца индикатор пока сись ладошкой сюда да и просто мышца индикатор я прошу поставить трил преды пожалуйста вот здесь вот вот так я даю сюда сумки гипотония я даю сюда сумки гипотония цепочки да и сила цепочки сила здесь две мышцы с нарушенными сумками как я могу проверить если нарушение цепочек под лопаточной мышцы да дать напряжение я зафиксирую сухожилия дави вниз пожалуйста дэвид и мышца расслабь расслабь рука прямая дэвид и там тоже в сумке сумки 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 то есть начали что-то мы не такая сделали сумки 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 везде если много сумок возможно не вторичные как проверить двойной стимул сумки дави пошел сила двойной стимул сумки сила как сделать двойной стимул сумок здесь раз-два это все вторичные мышцы значит у их антагонистов будет нарушена цепочки это будет первичная мышца и она в чистом виде тоже будет гипотонично и каждой вторичной будет своя как минимум три третичные мышцы которую возможно но где-то здесь будут находиться давайте рассуждать он упал вот так тише пожалуйста то есть вот такое движение согласен предлагайте средняя трапеция я вот так протестирую дави на меня пожалуйста а сейчас у меня он давит вот так старайся вот огромное да и пожалуйста есть гипотония я ее прогладил да и пожалуйста и не помогло я ее растянул от центра это третичная мышца могу ли я через эту третичную найти связанные с ней вторичную и первичную сразу такой переход то есть в данном случае смотрите все зависит во первых от того что вы тестируете какой пациент можно ли какие-то мышцы удобно ли вам тестировать можно сейчас брать у него в принципе его менять позицию тестировать набор гипотоничных мышц и смотреть где там будут цепочки можно вообще пойти двойными цепочками давить и упростить себе жизнь кто сказал что так нельзя делать делали но я могу взять вот так да и пожалуйста сейчас тиши 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 нормально так если почувствуешь что какая-то там проблема сразу говоришь хорошо я сейчас проглажу эти три мышцы которые нашел и посмотрю какая из них связана с ней я проглажу подосную да и просто это зона номер один это вторичная и следующая зона будут первичная предлагайте то есть получается смотрите мы нашли сейчас среднюю трапе среднюю трапецию подосную это как это синергисты могут быть а и их антагонист с цепочками я как бы и ключичную порцию глажу и да и пожалуйста ты ночью ощущение что да да и пожалуйста да и на вид до 2 двойной стимул цепочек сходится то есть я один свой шаг подтвердил вторым конечно да какая из этих мышц гипотоничная как мне определить подключичная или ключичная порция большой грудной они штат на расположен я беру для теста ключичную порцию вот так туда получают гипотонию ухудшая любую вторичную и первичную да и пожалуйста становится легче могу это сделать пожалуйста это то для чего вы можете использовать то что здесь есть такая тонкая работа либо я прогладил вот это и я не понимаю я же прогладил и клю подключичную мышцу либо я должен тогда тестировать подключичную держи пожалуйста тебе так удобно нормально же дави нами так вот так да и насильно может быть она гипертонично то здесь первичная дисфункция находится под ключичная порция большой грудной цепочки сумки во вторичной и мне нужно определить какая из них то лично основная если я хочу пролечить до двойной стимул цепочек одинарный стимул сумок пара подосная мышца других вариациях никак не будет работать не сработало как мне проверить дать стимул на подключичную мышцу по опыту под лопаточную не работает ты подосная вторичная основная вы лечите и смотрите откуда она запускается но здесь скорее мы скорее все знаем предположим это травма была эта проблема была и до вывиха и он поэтому вывиха руку может быть такое и тогда если там например голеностоп мы пролечили он подвига постучал по так поделал вот так по команде потом потом ему соответственно оттуда запускается тогда я ухожу на время с плеча лечу голеностоп включая мышцы и провоцирую уже болевые рецепторы которые могли сработать момент рамы лечение цепочки сумки если тело сюда ставить эту мышцы все включались бы на лечение соответственно да и пожалуйста мышца включилась чуть-чуть вот так да и мышца включилась держите же мышца включилась да и мышца включилась средняя трапеция вот так ручку крути да и мышца включилась все работает теперь а подвигая пожалуйста левым голеностопом все 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 и давай так еле будет мышцу которая была гипотонична да и просто ничего не возвращается все работает какие еще травмы так а удар там вот сюда был да но это недавно я вот так простимулировал позвоночник держи да и пожалуйста коллеги и мы не знаем что на сегодняшний день нам показывать нервная схема может быть она бы больше возмущалась на место травмы и мы бы лечили место травмы как мы вчера видели лечение более свежего воздействия тогда остается плечо согласен покрути руку она можно было знаете как сделать ладно сейчас до более на мне не болело до этого были момент вот столкновениях когда удар был плечев плечо то есть такая но еще резкая боли на я сразу пропадала и когда в бассейне полу то есть вот так вот тоже вот это поле на периодически как появлялась и потом уже все вот эту и в принципе то все но боль такая необычная как шестер да и пожалуйста раз вниз работают мышцы плечо не плечо и просто туда виды рука прямая ставки собирай ставки плечо не плечо то есть не голеностоп не травма не плечо или плечо вот чем вопрос вы хотите шею пожалуйста подвигай шеи и отдельно вот так вот так можете помочь пациенту но в норме это ничего не должно вызывать просто иногда пациент сидит если он повернул вот так доворачивать вот сюда сюда держите 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 нет какой а болела не не а ну а коли он вот так сделал ну сделай сильнее топ не вылево левой ногой топ не подвигать хорошо подвигай подвигай еще ты главное с аудитории сбежать пока не заказали на шпагат сесть там не тут все все может быть вот кисть челюсть зубы сожми тогда зубы жал широко открыл и все все право было бы чтобы разом выхватили все провокации держи пожалуйста может быть мы вам кстати не потому что это вообще был по этот эмоции оставьте себе пальчики вот так вот так вот так держи пожалуйста может быть мышцы гипертонично может быть у него мышца норматонично да и пожалуйста не мы ищем а что вернет дайте коллеги вы усложняете сами себе значит он определенно чего а можете ли вы вот так сделать держи вот так угол в день конечно не против смотрите держи да и и на куда он давит видно и все держи да и все и не надо уходить играйте здесь есть явно тут конечно плечо он вывихнул это серьезно травма независимо он вывихнул его из-за того что мышцы слабые были либо энергии травма там хватило для вывиха мы воссоздали причину все и теперь все что у него было гипотонично до этого держи держи на медали все стало снова гипотонично и снова все включается с этой зоны поставь сюда коснись без давления когда он ставит тел обязательно смотрите потому что тел сейчас стоит вообще на всем если вы хотите тел поставят локально вот сюда все это такой локальный тел потому что так он коснулся всех пучков мышцы и грудино-реберных суставов да и пожалуйста ты давишь здесь не убирай рукой туда ну что сильно все мышцы сейчас сильные потому что он поставил т.л. даю на меня т.л. на первичную и третичные ты без давления мышца сильно убрал дави так работа т.л. если у пациента боль он поставил т.л. подвигал рукой боль прошла вы это говорит о том что в правильном направлении дальше мы запустили при ударе примерно под таким углом по всей кисти тогда мне интересно а какой суставов отреагировал я воспроизвожу лечение даю тоже может не подходит 1 2 плечо да и включить на кроме альник плечо ну что если вы изначально толкнули сюда может все дать не проблема то есть у него есть дисфункция внутри суставных болевых рецепторов в плечевом суставе не болевой рецептор это не гольжи да это палео рецептор которая характерна при падении вот так это может быть нижняя конечность когда вы там откуда-то спрыгнули либо оступились когда идет вот такой удар в суставе и если мы все правильно нашли сейчас кстати он снова находится в гипотонии давите держи то с чего можно было сначала начать когда вы будете более продвинута работа есть гипотония держи пожалуйста да и раз два три и все вы находите пару пару обычно это рецептор острого боли это который находится вокруг сустава где-то разрешайте два рецептора лечения и все но как найти нам собственно место локализации вторичного рецептора поколоть и индика а индикаторная мышца до да ну то есть смотрите а придавите это можно использовать но не случай с зубочисткой потому что здесь площадь большая то есть это нужно если вы попадете случайно давите обычно пациент вам может сказать что у него где-то локально сустав сильном нот есть дискомфорт и мы подумаем что это место локализации вторичного основного рецептора ездит а больше всего чаще всего болит сустав но здесь да но это во первых может быть него это просто может быть горе же это не то что мы нашли либо это действительно вот он вам показал тогда давайте рассуждать если это то что надо тогда я буду улучшать вторичную первичная станет хуже и все мышцы ассоциированы с ней выключиться вторичная лучше первичная хуже сейчас вам в базовой дисфункции и мышцы все сильные давить вот здесь я придавил ту зону которую он дает давление это антистимул для болевых рецепторов да и пожалуйста туда нет ну ручку не сгибай да я могу площадь больше взять да и шест д д д д д д д д видно то есть она где-то вот здесь единственная проблема если вы возьмете мышцы ассоциированы со вторичной дисфункции вы ничего не найдете потому что и как было хорошо так и осталось я же пошел так да и не не видно что мышцы гипотонично куда он делает движение крутит она не держит вот я стою на месте вторично самой но площадь для за зубочистки то может быть миллиметр 3 поэтому лучше давите наверх наверх д д д д опускай держи так держи двойной стимул первичной 1 на расстин его вторично основной д д д му что сильная еще раз ты д д д д д д лечение вот и все же ты мышцы сильно давай еще раз попробуем я чуть-чуть больше постучим держи ни одно из движений не должно дать гипотонии д 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 подвигай рукой плохо то что надо было это все-таки еще посмотреть насколько эта дисфункция давала себе знать на ногах связано ну как бы пролечили держи пушисты еще раз работает поставь сюда руку это была вторичная дисфункция если это базовая дисфункция она выключится раз д д д д д д если я хочу проверить какие-то связки но здесь все будет нормально я поставил утил постучал связки надавил 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 цепочки сумки все что угодно проверяйте дальше конечно нужно будет посмотреть левый голеностоп почему она его подворачивает и кстати на семинаре у нас коллега то есть мы нашли что передняя зубчатая включается с какого-то уровня позвонок нижний грудной отдел позвоночника до коллега остеопатически выровнял мышца передняя зубчатая включилась да и пожалуйста было включение да но как только евгений подвигал плечом снова все поехало то есть лечение было неэффективно данный способ убрал полностью всю проблему то есть что произошло в момент падения энергии травма была настолько большая что во первых произошел вывих сработали болевые рецепторы и мозг получил некий файл который а сформировал патологический условный рефлекс и наша задача была который собственно вызывал реакцию мышц в виде гипотонии какая наша была задача мы должны были воспроизвести тот же самый файл то есть мы воссоздали сигнал с первичного рецептора вот таким способом и нам нужно было определить место и модальность вторичного компенсаторного рецептора это где-то здесь было и одновременно воссоздали этот файл и заменили его нормальным рефлексом и нервная система перестала воспринимать эту проблему поменялось что-то в руки а потом тонус кто-то появился потому что